Доказали замечательную лему Мукаши. Если рёбра помечены знаками плюс-минус, ну или там красный-синий, как этим-то зовут, то количество перемен, помните, была такая штука? Количество перемен около вершины. То есть вот если у вас уходит несколько рёбров, и, например, они красные, красные, синие, красные, вот давайте, вот это назовёт переменки. Ну и, соответственно, это тоже будет перемена. От красного к синицу, когда переходим, да? Так вот, меньше или равно 4V-8, понимаете? И из этого мы делали замечательный вывод. Если бы у нас в каждой точке перемен было бы, по крайней мере, 4, то тогда их было бы минимум 4V, а это больше, чем 4V-8. Значит, обязательно есть вершина, в которой перемен максимум 2. А что такое максимум 3? Это значит вершина, в которой, может быть, несколько, может быть, вообще нет перемен, у себя не все одного цвета. Или может быть несколько красных и несколько синих. Так, идея понятна? Идея понятна? Замечательно. Так вот, ребята, вообще было бы очень хорошо, если бы мы поняли, зачем нужна была Каши, это самое лень. Не для того, чтобы решить какую-то обхитево-оримпиадную задачку, а для того, чтобы доказать теорему о жёсткости выпуклого многограммника. Это следующий факт. Если мы берём выпуклый многограммник, и его грань делаем жёсткими фигурами, ну, я не знаю, из металла, да, отобьём из металла его грань, то невозможно никак продеформировать этот многограммник, иначе как просто поворачиваем как одно целое пространство. Жёсткая фигура. Между прочим, если вы возьмёте неподвижимый многограммник, то в 20 веке были придуманы конкретные примеры, и даже с не очень большим количеством вершин, когда многогранник действительно может двигаться. Доказана теорема, что объём его при этом остаётся постоянным. Но, тем не менее, сам по себе многограммник может при этом менять свою форму. Объём остаётся прежним. Объём не меняется, а форма при этом меняется. Так называемые изгибаемые многограммники. Так вот, Кашир доказал, что если многограммник выпуклый, то это в принципе невозможно. То есть выпуклый многограммник является жёсткой фигурой. На самом деле это он сделал в 1812 году. И сделал Саширик. А именно, в доказательстве Лимма, которую я сейчас вам расскажу, он не заметил один случай. И исправлено это было уже в 20 веке, в 1922 году. Заметили эту ошибку и её исправили. Итак, давайте доказывать. Во-первых, какой смысл в случае многограммника у букв С и К? Очень просто. Если многограммник двигался, то должны были бы меняться величины двугранных углов. Давайте всё-таки будем писать не С и К, а давайте будем писать плюс и минус. А именно, если у вас двугранный угол увеличивается, давайте в этом месте ставить знаки плюс. Если же у вас, наоборот, двугранный угол уменьшается, то давайте в этом месте ставить знаки плюс. По леммикоши, которую я вот здесь напомнил, в прошлый раз мы её докажем, я вводил из формулы рейнера. По леммикоши найдётся вершина, в которой вот такая вот картинка. Несколько двугранных углов увеличились, а несколько следующих за ним уменьшились. Как это будет выглядеть наглядно? Давайте подумаем. Эти две точки что делают? Уменьшиваются. Расходятся, да? Замечательно. У нас вот эта вся картинка, она, что называется, расходится. Правильно? А здесь что происходит? Сходится. А здесь сходится. Лемма каши о шарнире. Та самая, которую он неправильно доказал. Если есть, для начала, на плоскости. На плоскости есть некоторая ломанка. И есть расстояние между её концами. Если все вот эти вот углы, оставляя прежние или увеличивая, то в результате это расстояние увеличится. Ну и при этом останется прежним, только в случае, если эти углы действительно все остались прежними. Так, давайте подумаем, какое это имеет отношение к нашей задаче. Откуда взять этот самый шарнир? Откуда взять эту самую ломанку? Заметьте, пожалуйста, ведь это у нас была вершина методами. Значит, на самом деле, это жесткая грань. Здесь у нас была какая-то жесткая грань, да? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это жесткая грань. Это значит, что вот этот вот угол абсолютно известен и фиксирован. Следующий угол тоже абсолютно известен и фиксирован. Если я возьму сферу какого-то маленького радиуса с центром в этой точке, то тогда вот этот отрезок будет абсолютно четкой фиксированной линией. И следующий отрезок будет фиксирован. И следующий, и следующий. Понятно. И мы сейчас применим лему каши о шарнире к двум пломам. Одна ломаная – та, что обходит с этой стороны. Другая ломаная – та, что обходит с этой стороны. Тогда смотрите, какая забавная ситуация получится. Длина одной из них должна будет увеличиться, а длина другой должна будет уменьшиться. И такое, разумеется, невозможно. Поэтому получится, что на самом деле эта вершина абсолютно жесткая. Ну, собственно говоря, это и будет то самое противоречие. Теперь наивное доказательство торговки. Для плоскости, не для пространства, а для плоскости. В пространстве, когда все это на сфере лежит, просто на полости понятия не говорится. Ребята, неправильное доказательство звучит в следующем образе. Я буду просто по индукции смотреть, что происходит. Вот смотрите, если у меня известна длина этого отрезка, то в таком случае у меня длина вот этого отрезка что сделаете? Увеличится, правильно? Увеличится. Отлично. Сначала вот этот вот треугольник с максимумом. И говорю, что у меня есть вот такой треугольник с меньшим количеством отрезков. После этого я говорю, что вот этот угол должен увеличиться. Отлично. Он увеличился. То есть вот этот вот треугольник повернулся. Повернулся. Отлично. После этого, когда он повернулся, вот это расстояние увеличилось. Замечательно. После этого я фиксирую вот это. Говорю, что опять количество отрезков стало меньше. Поворачиваю это. И этот отрезок тоже увеличился. Опыт положения у него. Отлично? Отлично. Вот ровно так левому доказывал Кашир. Вопрос. Какую же ошибку в доказательстве Кашир нашли и исправили? В 1932 году. Казалось бы, я принялся и все отказал. Во время движения конструкция может потерять выгрузность. Давайте я пытаюсь это нарисовать. Вот представьте себе, был отрезок. Так вот, надо, чтобы конструкция была выпуклая, а при том, что увеличиваются углы, вот этот вот угол должен увеличиться, и там угол должен увеличиться. И конструкция из выпуклой должна превратиться в невыпуклой. Чтобы ломаная была выпуклая, но перестала бы быть выпуклой во время... Может ли так быть, что при движении точки по окружности у вас произойдет вот такой эффект, или нет? Да? Может. А может. Смотрите, что у вас было. У вас был отрезок, была точка, и вот это был выпуклый четырехугольник. Вот этот угол стал раскрываться, увеличиваться. И в тот момент, когда она дошла сюда, и вот дальше у нас в этом месте возникла невыпуклая стена. Есть окружность с центром в точке три. Представили? Есть отрезок. Есть вот такой отрезок. Вот это один, два. И есть точки. Одна из них, точка, вот эта вот называется четыре. Вот эта называется четыре штрих. А вот эта четыре, два штриха. А вот в точке четыре, два штриха уже картинка мимо. Понятно? Понятно. Так вот, ребята, на самом деле, во всем остальном у каши было все хорошо. И выяснилось, что на самом деле доказательства каши можно действительно вот чуть-чуть подправить, и тогда оно станет правильно. А именно, когда у нас есть, значит, наша конструкция из нескольких отрезков. Ну, давайте эти точки, как мы можем начать, да? Так вот, здесь первая точка, а1, а2, а3, а4 и так далее. Нужно, во-первых, сказать, что решаем задачу по индукции. Замечательно. Дальше. Зафиксируем сначала отрезок а1, аn-1 и всю предыдущую линию. И будем поворачивать последнюю точку, а вот дальше мы говорим, что будем ее поворачивать либо до тех пор, когда возникла вот такая вот картинка, либо до крайнего положения, если удалось ее провернуть до ее крайнего положения, то ситуация вполне себе радостная, потому что при этом расстояние увеличилось, и после этого мы точно так же, наоборот, фиксируем, ну, так, как я здесь и рассказывал, да, и проводим индукцию. Если же в какой-то момент произошла вот такая штука, то есть у нас есть точка а1, точка а2 и последняя точка аn-ая оказалась на этой прямой, то в таком случае доказательство состоит, так сказать, из двух частей. А именно, мы говорим, что пока мы шли до этого, у нас все увеличилось, замечательно. Дошли вот до этой ситуации, у нас все увеличилось, увеличилось. В этот момент мы скажем, что расстояние между этими точками, ну, это уже новое, да, в новом моменте. Вот это вот расстояние между этими точками, оно равно разности расстояния вот этих вот, а2 штриха и а1 штриха, и расстояние а1, а2. Кстати, что со штрихами, что без штрихов одно и то же, потому что длина отрезка у нас не меняется, превращение. Ну, итак, в этот момент равно, а значит, через какое-то время, если мы когда-то продолжим движение, то у нас вот это вот расстояние, соответственно, будет больше или равно, то есть через какой-то пневмопониратель треугольника у нас всегда будет вот так, больше или равно, чем а2 два штриха, аn два штриха минус а1а. Ну, замечательно. Осталось заметить, что вот это вот расстояние по предположению индукции увеличится. Ну, а это у нас всегда постоянное, а значит, что все будет лучше. А про пространственные случаи надо писать не теорему косинусов, как в плоском, а, соответственно, теорему для треогранного угла. Так же, как на плоскости, есть возможность выразить третью сторону треугольника, зная две другие и углы между ними.